Всем привет! Сегодня у нас в Охотника.нет самая дешёвая PSP-винтовка. Это Крау Панчер Брейкер, третья версия. Соответственно, PSP-винтовка, которую мы накачиваем насосом или нашим самым лучшим, самым качественным портативным компрессором. Вот такая вот красивая коробочка. Давайте посмотрим, что тут у нас в комплекте. Производство Турция. В новом диапазоне до 40 тысяч рублей. Сертификат соответствия, его копия. Есть у нас паспорт на русском языке, инструкция. Как заправить, как разобрать, всё есть очень подробно. За это огромное спасибо. Отстаем саму винтовку. Сейчас мы её выковырим из уплотнителя. Вот такая винтовка в полпапе. Ну, кстати, такая тяжёленькая достаточно в дереве. Вот, коротенькая. Мы взяли, на самом деле, для обзора три винтовки, такие одинаковые. Вот, хотели там одну отдать, пристрелять, одну накачать и, соответственно, для самого обзора, для того, чтобы определить её характеристики. Мы пытались закачать эти три винтовки. Две, к сожалению, после заправки, там, через полчаса стали травить и стравили весь воздух. Вот эта винтовка, она, в принципе, его держала. Мы её, кстати, накачивали портативным компрессором. Очень быстро и удобно. Я не знаю, это... Нам так не повезло с этими кралами, недорогими винтовками. Либо такой брак имеет место быть у турецких винтовок. Здесь, кстати, манометр, такой достаточно простенький, как у турецких винтовок Hatsan. Здесь написано Puncher Breaker, версия третья. Это золотистая шайба, это регулятор мощности, предохранитель. Здесь у нас биатлонный взвод. Такой короткий, достаточно тугой, не как у дорогих винтовок. Планка вивера для установки оптического прицела. Собственно, без него стрелять не получится, потому что нету открытых прицельных. Здесь вот такая заглушечка, достаточно стильная. Не очень хорошие обработки, можно порезаться. Вот, здесь у нас отверстие под штуцер. Вообще, эти винтовки частично скопированы со старинных Иваниксов. Ствольная коробка, например, от винтовки Иваникс Рейншторм. Ну, не могу сказать, что она плохая. То есть, достаточно нормальное качество, если учитывать, что Иваниксы до сих пор популярны и действительно пользуются спросом. Спусковой крючок не регулируется никак. То есть, как есть, так и стреляем. Резервуар у нас до 200 бар, емкостью 280. Говорят, опрессован до 400. Резервуар сделан из стали, поэтому он достаточно тяжелый. 2018 год, он сделан седьмого месяца, то есть в июне. Но скоро год будет этому резервуару, хотя винтовки новые. Но срок службы его достаточно большой, поэтому никаких претензий нет. Здесь регулируемая щека. Здесь есть шестигранным ключом. Маленький, конечно, вход, но регулируем. Регулируем. Так, тут у нас под уплакителем есть разные аксессуары. Это вот, кстати говоря, усиленный клапан, то есть винтовка ослаблена до 7 джоулей. Мы меняем клапан. Регулировки мощности вытаскиваем его, вставляем вот этот. И винтовка выдает полноценную мощность. Два малюсеньких пластмассовых барабанчика. Сейчас я их выковырю, покажу вам. Вот один из них, кстати. Ну такой, совсем дешевенькая пластмасса. Легкий, скорее всего, ломкий, так как пластик очень низкого качества. Ну, стандартный винтовочный. Вот он такой вот барабанчик. Автоматический, то есть вы ничего там сами пальцем не крутите, а просто когда перезаряжаете биатлонным взводом, у вас, соответственно, следующий выстрел встает. В комплекте два барабана. Это, кстати, круто. С учетом того, сколько стоит винтовка. Все здорово. Мощность, в принципе, неплохая. Но есть один очень существенный минус. Это винтовка Косая. Тут установлен турецкий ствол ужасного качества. Разброс пуль неимоверный. То есть, бывали случаи, что давалось добиться кучности сантиметров только 5 на 50 метров. Ну, немцы не самые дорогие стреляют. Полтора-два сантиметра, это нормально. То есть, в два-три раза она хуже аналогов. В целом, винтовка неплохая. Если вы установите ствол сюда хороший, то есть лотер-вальтер, который стоит 15-20 тысяч, то есть, прибавляйте сразу к цене работу мастера, соответственно, установку ствола, или если вы человек с руками, то можете самостоятельно это сделать. То винтовка будет нормальная. Винтовка вполне красивая, дерево качественная. Немножко тяжеловато. Из-за того, что все сделано из стали, никаких современных материалов. Восьмерочки тоже, кстати, стальные, не композитные. В принципе, не могу сказать, что винтовка плохая. Но сейчас сравним ее с офигенной винтовкой под названием Кубин. Это шикарный буллбап, легкий, со стволом 600 мм. Ну и это полуавтомат. Она стреляет, вы нажимаете спусковой крючок, и она стреляет без перезарядки. Эта винтовка стоит больше, чем в пять раз дороже. Но она легкая, здесь есть регулировка мощности открытая. Полуавтоматический режим, она все время стреляет с полуавтоматом. Резервуар опрессован на 5 тысяч. Вы его можете заправить до 350. То есть огромное количество выстрелов получается. Мощность. Мощность в 5,5. 100 джоулей. У Крала, ну дай бог, там 50, если вы ее раздушите, не знамо как. Ну, вот эта винтовка, это круто. Крала, это, ну, бюджетный вариант. Он, в принципе, неплохой. Я вам не буду говорить, что эта винтовка плохая. Но стреляет она криво. Это вы сразу должны учитывать при покупке. Если вам повезет, так как стволы отличаются качеством, если вы выберете какую-то винтовку неплохую, в принципе, вы можете добиться приемлемой кучности даже вот таким турецким стволом. Самого низшего уровня, в принципе. Винтовки Крал, винтовки Хубин К1 полуавтомат и самые лучшие надежные портативные компрессоры, именно эти, ищите в нашем магазине, с такой наклейкой, вы можете купить в Охотника.нет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!